Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы моё отдельное, вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Севке Задымяне и его преступном синдикате и Светлане. Вот знаете, так и хочется сказать, кажется, вечер перестаёт быть томным. Новые подробности и новые нюансы. Уже ничего вообще понять не могу. Ребята, но замес начинается нешуточный. Мало того, что уже Севка путается в показаниях, то он встречался с Олесей, то он с Олесей не встречался, то он рассказывает Олеся Тёмненькая. А я вспоминаю тот момент, когда он рассказывал Коке, какая она яркая, красивая, светловолосая женщина, натуральная, чуть ли не блондинка. Вторая сторона медали, что есть некая Олеся Ангелова, страничка её датирована ещё 2013 годом в Одноклассниках. Я увидела эти скрины, но так как у меня нет разрешения от автора, их опубликовать и показать вам Олесю Ангелову, то такой возможности, конечно, я не имею. Но я увидела Олесю Ангелову, так сказать, в оплоти, которая, да, чудо совпадения проживает в Харькове. И тогда уже она предлагала свои услуги в Одноклассниках. Так что я вам хочу сказать? Там никакая не блондинка. Там явно женщина, мне так кажется, больше вот похожа на цыганку. Смуглая, черноволосая такая вот, понимаете, ну яркая-яркая выраженная цыганка. И вот как она превратилась вдруг в блондинку, как она так над собой расстаралась, что вот потеряла, понимаете, все намёки и черты именно цыганей. Вот я, ребята, действительно поразилась. И опять-таки, вот теперь Севка то ли встречался, то ли не встречался. Севка, подожди, а как же встреча в Киеве? Как же кольцо, подаренное Олесе Ангеловой? И у неё в истории, тогда она демонстрировала колечко от тебя, букет цветов, которые ты презентовал. А теперь, оказывается, и встречи вроде как никакой не было. А потом вроде как встреча была. А потом вроде как Севка с ней не встречался, но видел фотографии её. И да, Севка, представь, в чём прикол. Фотографии можно отправить какие угодно. Я тоже могу тебе скинуть фотографии Моники Белуччи и рассказать о том, что это я. Ну вот в чём весь парадокс вот этой ситуации. Мало того, девочки, теперь разборки такие нешуточные замесились между Светланой и вот этой Олесей Ангеловой, ну то есть Севкиным преступным синдикатом. Хочу отметить следующее. Был у меня комментарий по поводу того и не один, что я типа переобулась. Ребята, ни в коем случае я рассматриваю всегда любую ситуацию с нескольких сторон. Ну, понимаете, мало ли, чтобы не тыкать пальцем в небо, можно несколько сразу, да, вариантов рассматривать и понимать, что какой-то из них 100% правильный. Поэтому я и предположила, что Олеся Ангелова существует отдельно от Севки, и она его конкретно вкинула. Но и при этом я не отрицала, что и Севка может запросто являться Олесей Ангеловой. И все, в принципе, по той простой причине, что любой аккаунт можно запросто купить. Ну вот, все пишут о том, что в Инстаграме она давно. Не она давно, а аккаунт существует давно. Его запросто могла вести настоящая Олеся Ангелова. Потом ее это забебало, надоело, я не знаю, изменило род деятельности. И она выставила свой аккаунт на продажу. И кто-то благополучно его перекупил. И не стал ничего в нем менять. И даже название. Ну а зачем, если есть уже, так сказать, раскрученный некий бренд. Им благополучно воспользовались. И это все продолжилось и дальше. Что же теперь происходит между двумя барышнями? Что за новый замес и новые разборки полетов? Теперь Олеся Ангелова пытается съехать. Ребята, да до такой степени глупо, до такой степени наивно, Севка. Ну вот действительно, фантазии тебе надо у кого-то подзанять и пододолжить. И опять-таки, ребята, самое смешное, что Севка участвует во всем этом замесе. Не может его распетлять и расхлебать. А Кока ходит по торговым центрам. А у Коки все хорошо. Вот что значит не рекламировать лохотроны. Вот Коляса молодец. Он только просил у нее и благодарил за подарочки. И больше ничего не делал. Он никого не призывал, как Севка из ролика в ролик, обращаться к Олесе Ангеловой. Но периодически такое было, но крайне редко. Поэтому и Скоки взятки гладкие. Ничего ему по факту не предъявишь. В отличие, опять-таки, от Задамяна. Так вот, что произошло теперь между двумя барышнями. Теперь Олеся Ангелова начинает съезжать и рассказывать о том, именно Светлане, что если ты будешь воровать мои отзывы, я буду воровать твои видосы. Ребята, согласны, насколько это глупо и вообще смешно выглядит? Ну вот детский сад как минимум. Но как максимум старшая группа. Уже не ясельки. Вот такой какой-то вообще бредятины и глупости я не ожидала увидеть. Вот кто попытался и предложил вот такой вариант и выход в ситуации, как видосы чужого человека оказались на канале у Олеси Ангеловой. Вот ну что за бредятина и кто вообще в это влез? Я зашла, конечно же, в Инстаграм. Сейчас я вам прикреплю скрины и вы увидите вот эту перепалочку. В первом скриншоте Олеся сама показывает, насколько глупо звучит вот эта вся их фишка с потусторонними силами, духами и так далее. И так и говорит, что Светка, почему же тебе не помогут потусторонние силы разобраться со мной? Так Олеся Ангелова-Севка возникает встречный вопрос. А почему же ваши духи вам не помогут разобраться со Светкой и убрать конкурентку? Тем более тогда, когда вы очень громко заявляете о том, что она, видите ли, обнаглела и вздумала воровать ваши отзывы. Ребята, больше глупости, бреда съехать я еще не слышала. Это, знаете, даже не уровень первый класс, вторая четверть. Это уровень детского сада, причем вот где-то ясельной группы. Это вот теперь думали-думали, пыжились-тужились, что же придумать и как съехать за то, что воровали благополучно чужой контент. И мало того, что воровали, его монетизировали, на нем зарабатывали. Походу проводили даже те ритуалы, которых не знали. То есть представьте, ты взял чье-то видео, это говорит о чем? Что ты не в теме, ты не умеешь делать эти ритуалы, у тебя нет этих знаний и навыков, но ты это благополучно выдаешь за свое и берешься это людям делать. Ведь вспоминайте, как она Севке этих крадников собиралась чистить. А этот видос у Севки на канале есть. Когда он распереживался и прям требовал у Олеси Ангеловой почистить этих крадников. И она не сказала, что Севка это не мой видос, и я никаких крадников чистить не умею. А за милую душеньку согласилась это сделать. И вот здесь возникает вопрос, что походу Олеся Ангелова знала, что в данный момент записывается видос с ее участием. Поэтому так Севке отвечала. Либо изначально Севке вешала лапшу на уши. Но так как я думаю, что это один преступный синдикат, то я больше склоняюсь к тому, что Севка конкретно встрял и капитально. И теперь вот такие какие-то глупые и неадекватные съезды. И дальше опять-таки Олеся Ангелова поразила своим умом и сообразительностью. И начала рассказывать, что все это делалось по той простой причине, что Светлана воровала у нее отзывы. Да, а мы верим в очередной раз, причем очень и очень охотно. Конечно, ведь очень колоссальная проблема в 21 веке здесь и сейчас нанять компанию, которая занимается накруткой комментариев, лайков, отзывов, дизлайков. В общем, делают все по вашему заказу. Причем берут абсолютно недорого. Вот хотите утопить канал, допустим, опустить его в теневой бан, и запросто эту услугу можно заказать. И вот созданные левые 50, 100, 200 аккаунтов тут же накидают жалобы на один конкретный видос. И будет вот такая реакция, моментальный теневой бан. Даже это сейчас делают за деньги. Но уж охвалебных от написать за недорого, ребята, это за здрасте и за запросто. И я вот так и понимаю, что как раз-таки у Светланы была острая необходимость бежать к Ангеловой на страничку и воровать ее хорошие отзывы. То есть она не могла, в принципе, за 100, 150, 200 долларов максимум нанять компанию, которая бы настрочила 150, 200, 300 хороших этих самых отзывов. Второе. Олеся, а где можно было у тебя своровать отзывы, если у тебя все комментарии закрыты? Ну вот очень интересно. Это, походу, ты имеешь в виду, что воровали твои сториз. Но опять-таки, а где логика воровать твои сториз с отзывами, если там конкретно говорится Олеся Ангелова? А это же не Олеся Ангелова, а Светлана. Третий, следующий вариант, какой был возможен, можно было даже сэкономить эти 200 долларов, самой сесть нафигачить 20 аккаунтов и строчить себе любимой до пупения, понимаете? До охренения, какая ты крутая и знаменитая, там, я не знаю, маг, волшебник, ясновидящая, гадалка и так далее. Любой, так сказать, шаман. Поэтому представляете, ребята, как смехотворно теперь выглядят эти все потуги. Но и это еще далеко не все. Как оказалось, вот эта Олеся Ангелова, тот набожный верующий человек, который берет по тысяче долларов за свои услуги, не вылазит с монастырей. Представляете, она только вот и находила время, чтобы заниматься онлайн-покупками для севки за домяна всего, что ему необходимо, вплоть даже для вот этой вот фигни, которая у севки должна была тараканов устранить. И даже на это, при сей ее колоссальной занятости, Олеся Ангелова находила время. Но вообще это очень хороший человек. Как Севка рассказывал, у нее такая энергетика. Он такой ловил кайф от встреч и общения с ней, когда в Киеве они, да, пересеклись. И мало того, это очень, я так понимаю, набожный человек, но чуть ли не в ранге святых. А чего только стоит ее вот этот псевдоним. Согласна, вот какая заявка на уровень Ангелова. И здесь, ребята, тоже не все так гладко и просто. Одна из моих зрительниц, подписчиц, отдельное спасибо этой девочке, имя называть не буду специально, с ней сумела связаться, с ней сумела списаться, достучаться, так сказать, до мега занятой Олеси Ангеловой. Уж я не знаю, как так звезды стали. Либо Бог был на стороне этой зрительницы, но ей это удалось. И мало того, еще и привлечь внимание Ангеловой, да так, чтобы Ангелова ей ответила. И, ребята, вот этот ответ очень красочно и ярко описывает вот эту набожную Олесю Ангелову. То есть, представьте, человек предъявил по факту, что Олеся Ангелова и вся их организация – это мошенники и аферисты. И в ответ получил конкретный и отборный мат. Такой мат, что, знаете, вот, в принципе, человек-блогер, ясновидящая, должна была бы фильтровать, женщина, якобы, повторюсь, должна была фильтровать то, как она общается с людьми, которые ей написывают. Тем более, после этого скандала. Но не тут-то было. Никто особо не напрягался. Уподобились до такого конкретного, повторюсь, отборного мата. Скрины я сейчас покажу. И после этого вообще девочку кинули в блог. И вот здесь, ребята, от этой переписки я прям подзависла. Думаю, вот Севка рассказывал, они там по церквям, по монастырям. И вот тут такая вот подача. И такое истинное лицо Олесе Ангеловой в очередной-то раз и открылось. Ну и, ребята, конечно же, ждем продолжения этого цирка. А возможно, 12 декабря. Ведь Севка намного ранее делал анонсы того, что встреча состоится в эту поездку в очередной раз. Потому что им до конца года с Олесей Ангеловой нужно закрыть некий циклический круг. Какой-то цикл там замыкается и очистить Севкину карму. Да привлечь к нему удачу. Да убрать от него всех нас, хейтеров, обзорщиков и кабуч. Ну, в общем, чтобы он, понимаете, был чистый, беленький и непрекаянный. Но теперь, я думаю, в первую очередь Олесе Ангеловой впору заниматься именно собой. И очищать все-таки скверну себя. Скверну-то, я имею в виду, ее саму от себя необходимо очистить. И, опять-таки, ребята, по поводу того, есть Олесе Ангелова, нет. Абсолютно без разницы. Потому что Севка тот человек, который топил и убеждал, что она есть. И это человек, который ручался за нее и призывал всех, в случае чего, к ней обращаться. Делал открытую рекламу, закрытую рекламу, агрессивную рекламу этой Ангеловой. Чего он только не делал и как он только не манипулировал своими зрителями, чтобы она могла заработать денег. Либо он мог заработать денег, либо он у нее на каком-то проценте и от Кати сидит, и они вместе могли заработать деньги. Либо он и Коки. Но тут вариантов, понимаете, может быть тьма. Ну, а самое главное, что действительно ответственное лицо за это именно Севка Задамян. Как бы он теперь не пытался съехать. Какую бы теперь он хорошую мину не пытался корчить. А видно, что пытается действительно держать какую-то марку и, понимаете, типа держать лицо. Мне пофиг веники. Я вообще на это не обращаю внимания и так далее. Не может он не обратить на это внимания. И не видеть очевидных вещей. И не понимать элементарных моментов, как серьезно и капитально он встрял. Ну, а пока, ребята, информации больше нет. Но ждем, конечно же, продолжения. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok